Благовещенск готов встретить православный праздник Крещения. Для массового омовения в Крещенской воде уже готовы две проруби. Пловцы Федерации Аквайспорт прорубили иордань в виде креста. Кстати, в этом году, как и в прошлом, ночных крещенских купаний в областном центре не будет. Купель откроют в 13 часов и желающих искупаться ждут только до 22. Первые пловцы в проруби уже побывали. Ислана Кислова расскажет, каково это искупаться в ледяной воде. Чтобы выпилить крест длиной 10 метров и шириной 5, требуется около 4 часов. Это вместе с разметкой и уборкой лишнего льда. Его бывает до 10 кубометров. В пешне есть инструмент для колки льда. Вначале периметр пропирается пилой, а потом пешней измельчается лед и лопатами стекается. Александр особо не утепляется. Демисезонные перчатки, ботинки и легкая куртка. Во время работы, говорит, не замерзнешь. Тем более закалка есть. Он около 10 лет купается в холодной воде. А вот Владимир 20. Священного праздника он не ждет, окунается каждый день. Но отмечает в крещении, что-то чудесное все же происходит. Да мне кажется, наверное, что-то по-особому. Потому что, вот посмотришь, люди первый раз приходят и окунаются. И вроде бы это нормально чувствуют после. Ну, боятся, что там простые люди. А вот именно в этот день вообще таких вот не слышал, что кто-то простил. В крещении, как обычно, за ныряльщиками будут следить врачи, полицейские и спасатели. А вот от ночных купаний в этом году снова отказались. Хотя продлили время, по сравнению с прошлым годом, на час. С 13 часов до 10 вечера, говорят моржи, времени для всех хватит. Сложно ночью, во-первых, устоить за состоянием людей. Потому что большая открытая прорубь, неизвестно, упал человек. А у него сердце отказало, и мы его не сможем поймать. Поэтому во избежание всяких инцидентов, люди, знающие, они приходят ночью, свободно купаются в маленькой проруби, кто подготовленный. В палатке рядом с большой прорубью поставят две печки, постелят ковры, будет работать и баня. Одновременно в прорубь смогут окунуться три человека, на каждого не более трех секунд. То есть в час, в среднем, в проруби смогут побывать 120 амурчан. Светлана Сотникова, Эдуард Еворский. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур». Светлана Сотникова, Эдуард Еворского.